привет зритель экран лицо практически сейчас будет ролик посвященный ароматерапии которую я уже наверно неделю с лишним все пытаюсь записать но я тут не принято об этом говорить на моем канале ну смысле я не или или как там ее не еще кто-то видела нескольких таких блогеров которые там акцент делать на свою болячку я тут просто тупо побирала и того что я не умею что-то я снова разучилась уже год раза два так получалось с одной моей подружкой тогдашней такое было мы с ней лежим на пляже я каждые полчаса вспоминаю что надо куда-то бежать хотя никуда не набежать у меня был тогда конкретный такой выходной а потом выдала мне вынесла мне мост что я не умею расслабляться короче когда он сидишь так это что-то делаешь понимаешь хочешь есть или уже устал там осталось буквально там ну на полчаса работы ну на два часа работы и вот вместо того чтобы ну чуть-чуть отдохнуть я это доделаю в итоге вот я второй раз за этот год феврале ласты клеила и тут ну в этот раз я всего лишь пару дней ласты клеила я ничего не могла делать а только лежала и вот я сегодня в в итоге я вчера на серии 3 наверное просмотрела сериала аниме советую кто не смотрел я вообще в восторге начала уже четвертый сезон я считаю что то все таки четыре сезона первый сезон потом полнометражка потом официально типа второй сезон но это по идее третий сезон и четвертый это уже как бы продолжение или даже по большей части то с чего все начиналось проект кей возвращать потом возвращение королей потом я не помню как называется этот это полнометражка это связка между вторым и первым сезоном и проект кей 7 историй почему-то 6 фильмов при этом в общем арома масла я хотел у меня закончились совершенно мои любимые арома масла все эти четыре компонента которые обычно основные вообще 6 которые я кладу в свой дезик для подмыслиться свой этот самопальный дезодорант на воске с кокосовым маслом да я еще тут что-то чахло дохло короче в общем случились у меня такие моменты когда внезапно просыпаются всякие болячки и ты тут чахнешь и дохнешь в этот раз у меня был случай такого знаете вот давление у меня давно живет своей жизнью нормальное давление такое пониженное ну как обычно у людей с пониженным давлением такое обычно нормальное пониженное давление температура такая 35 и 4 нормальная такая температура которая лет уже 20 как нормально у меня у подружки в одной такая тоже примерно температура стабильно. И, значит, такая вся бледная, бледная мигрень, гастрит, хочется к белому другу. И, в общем, лежишь и встать не можешь. Жук лежит и встать не может, или как-то так, и ждёт он, кто ему поможет. Вот у меня тут есть, кому помочь. Правда, был момент, сейчас думала записать, не записать, так хочу на воздуху. Сейчас хорошая ещё погода, в сад поеду. За последними цветочками, бархатцами. И, значит, у меня тут чек один остался. Второй чек не есть, потому что всё это есть, как бы, цена на всех коробочках наклеена. Потому что все получилось последнее брала. У меня тут насморк хочет появиться, но у меня нету ничего. Как-то я в деревне вот... Это на случай, когда как же, Лёля, ты живёшь, когда вот некому помочь. Как-то я сидела на такой болтливый ролик, да? Надо хоть масло какое-нибудь показать. Как-то я сидела, стояла, ждала автобуса на перекрёстке в Прилуках года два или три назад. Такая дикая жара внезапно случилась. У меня уже и вода-то была... Ну, было вообще молоко. Меня потом поругали, конечно, что какой же человек возьмёт с собой молоко в дорогу холодное, бутылочка вместо воды. И молоко-то вроде закончилось. И вообще как-то... Мне ещё вроде минералка отдельно была. Ну, в общем, как-то я такая помирающая. Автобус задерживался на два часа, потому что водитель решил, ну, а что я поеду? Типа, ну, как это так? Я же могу и не ездить вообще. Ну, такие есть обмотки. У нас... Я в этом году выяснила, что у нас, кажется, пять автобусов ходят, грубо говоря, десять водителей, или как-то так. Или десять автобусов, двадцать водителей, хрен их знает. Ну, в общем, приличное количество. Я редко попадала на того феерического дядю. Ну, в общем, и такая ситуация, перекрёсток. Асфальт голый, никуда не присесть, никакой лавочки, никакого долбаного тенька. Сейчас дорогу делаю, так вообще тенька не будет. Не знаю, если, конечно, может, они не удосудятся автобусную остановку сделать на этом перекрёстке, потому что там в одну сторону две деревни, в другую сторону две деревни. По пути ещё там полумёртвая деревня. И ни до кого не могу дозвониться, хотя у меня как бы есть родственники с машинами. А есть ближние, ну, территориально на тот момент ближние родственники, тоже с машинами. Можно было кому-то дозвониться, но там они бы позвонили другим, меня бы как бы это эвакуировали, и я бы ещё более-менее ожил. Но никто не берёт трубку. Я дозвонилась там в итоге до подруги, она позвонила моим родственникам, как-то это всё удрислось. Но, походишь, мне как бы никто не может помочь, что автобус действительно там есть. И вот я в таком состоянии, труп там была, в общем, если у вас когда-нибудь случались обмороки, или ватные ноги становились, или перед глазами всё плывёт, вот это вот всё плывёт, у меня от макушки до ножек, до вот этих пальчиков на ногах, всё было ватное. Я вообще не знаю, как я добралась, но меня человек потом встречал, конечно, с автобуса, но состояние было адовое. Так что это фраза, которую я скоммунизировала, какого-то музыканта, прочитав в детстве, какой-то музыкальный журнал, может быть, даже у Озии Отберна. Лежу, помираю в очередной раз, очень ко мне подходит. Лежу, помираю в очередной раз, и тут, короче, и в общем, сейчас я решила всё-таки обозреть, потому что там ещё у меня куча всяких роликов накопилось, и человек мне даже в Инстаграме писал, типа, что, мне ни черта не выходит. Я вроде как пообещала, но как раз я на тот момент почему-то снова стала помирать. Мирола, косметическое масло, 25 миллилитров какао, 116 рублей. Последнее. Я у Мирола уже брала разные масла, и вот покупаешь в аптеке, можно купить в фикс-прайсе, можно ещё где-то купить, можно даже на Озоне. Я считаю, что разницы нету, где бы его не продавали, это всё равно Мирола. И у меня было разные масла, я, конечно, вот масло какао первый раз вообще беру, Мирола, и вообще, по-моему, первый раз беру масло какао. Может быть, когда-то я давно покупала на каком-нибудь суперсайте, в каком-нибудь супермагазине для мыла или ещё чего-нибудь, это масло какао, вообще не помню, откровенно говоря. Вроде даже было, но этот Мирола беру первый раз, и у меня ещё эта аптека, что тогда брала, ту, пятое, десятое, она мне так тыркает пальцем, я понимаю, что она не просто тыркает, а именно мне указывает там масло. Земляники было, вообще, не знаю, чисто земляничное масло, или как вот обычно бывает, знаете, я как-то купила масло роллы, а там в основе ЖЖБА, и пара, 20%, ну, пара капель, короче, масла розы. Причём фирма такая вполне себе уважающая себя, ну, нормальная фирма, но вот внезапно, даже у суперкрутой нормальной фирмы можно что-то такое странное увидеть. И не знаю, что там конкретно было, но я объясняю, что я как бы это не просто так вот чисто по моему вкусно пахнет, я говорю, дедик делаю, дезодорант. Говорю, а это вот, говорю, ну, так. Я-то просто, если хотела сказать, так вот тут чисто вот увидела, хотела, решила купить, а она думала, что я за основу. Это, в общем, наружная, то бишь не похаваять его. Сейчас вот увидела наружная. О, пругости тонус, косметическое масло какао. В общем, вот оно у нас с 1 августа прошлого года и 3 года живёт. Ну, там очень мелко всё так написано. Я думаю, кому интересно, может я даже на каком-нибудь, ну, даже на озоне или просто забить это масло какао от Миролы, думаю, где-нибудь в сети-то есть там, что о нём. Что на нём написано, ну и вообще, что с этим маслом какао делать. В общем, вот такое вот. Оно слегка там жиденькое было. Напоминает, также вот по цвету такое же, типа беленькое, беловатое, как масло кокоса, которое я купила тут в озоне. На озоне хотела, но купила в итоге в Ашане внезапно. И вот я не снимала ролик, но я делала фотку и скидывала на стену Ютуба. Слушайте, какао пахнет. Правда, чем бы оно ещё могло пахнуть. Ну и вот тут, пока я брала его, ну, было местами там вот такое жиденькое, местами вот такое уже как бы засахарившееся, скажем так, если я относительно мяло, да. Твёрденькое. В общем, вот, 116 рублей. Теперь. И как бы я купила там 4 штуки, но мне надо было 6 масел, и я, конечно, всегда про какое-нибудь забываю, ещё туда шла, вот это, 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 думаю, так вот этого не было, значит. А потом поехала к портнике и зашла там рядом в аптеку в том же здании. И увидела пару масел, и вспомнила, думаю, блин, мне же это тоже надо. Причём рука потянулась к лаванду, да, и вот все вот эти в итоге масла, 7 штук, кроме вот Миролы, это моя любимая фирма натуральное масло, она продаётся только в аптеках, я её больше нигде не видела, ни в Ашане, иногда там бывает какая-то там, то, что можно купить в аптеке и в Ашане, и на Азоне, да. На Азоне вообще ни разу не видела, исключительно в аптеках. Видимо, она идёт через аптеки, и это очень хорошее проверенное масло, там у них есть масло, насколько мне известно, но у них сайт такой небольшой, ну, я, правда, полгода назад посещала, я знаю, что у меня человек из Израиля, кажется, смотрит, она у неё там ещё кто-то родственники в Питере, кажется, Карина её зовут, если не путаю, и помнится, мы с ней даже какие-то вот эти масла обсуждали, в общем, это очень классное масло, проверенное время, их лет 10 уже этой фирме, или типа того, вот у них есть и масла для еды, на том маленьком сайте, там как бы показано, что у них есть, и где вот это можно приблизительно купить. И вот эти вот именно эфирные, и мне очень не нравится, я ещё подумала, так набрала что-то чуть ли не на 2000 на озоне какой-то заказ, ну, я там ещё финиковый сироп, хотела заказать всяких разных базочек, после того, как с пеньком потусила у неё в Подмосковье, я не знаю, пенёк, по-моему, меня уже не смотрит, там что-то, мне кажется, не сошлись мы в интересах, внезапно для меня такое открытие было, ну, я надеюсь, для неё послужило тупо катализатором, вот для тех людей, которые меня смотрят, смотрят, где они у него два-полтора, а потом отваливаются, в лучшем случае молча отваливаются, в худшем случае с визгом отваливаются. И я там покупала в этой «Вкус Вилл», кажется, сироп вот этот финиковый, там финики и вода. И тут, значит, где-то финики и вода, где-то финики и сахар, где-то просто финики, и что-то вот так думаю, блин, а может надо в Ашане у нас посмотреть, вдруг там вот есть, иногда вот так не ждёшь, а что-то такое увидишь. И в итоге у меня там масел вроде как-то такие, все, которые я обычно беру, ну, когда на озоне заказывают, когда, и учитывая, что там нет натуральных масел вот этой фирмы, то как-то оно выходило, ну, вроде как недорого, но вот по сравнению с тем, что я в аптеке купила на 300 с чем-то за первый раз, и сколько второй раз, вообще меньше двух сотен, 186, и всё это вместе сложить, оно намного дешевле выходило, чем если я на озоне заказала, что там ещё доставка 99 рублей, у меня сейчас бонусов никаких нету, и спасибо, наверное, от силы 30 баллов было на тот момент. Ну, в общем, лаванда. 56 рублей 10 миллилитров. И они когда дороже бывают лаванды, там, я так понимаю, от привоза зависит, когда дешевле бывает лаванда. Ну, вот дешевле 56 я пока не встречала, но вот мне встретилось в этот раз 56. И я ещё так думаю, ну, у нас магнит как бы проходимость маленькая, цены чуть-чуть, там, рубль-два побольше, чем, допустим, в солнечном, или вот тот магнит, который валил в парусах, просто за сравнение, там, допустим, до чего. Думаю, наверное, и аптека такая, потому что я как-то что-то такое там покупала, оно какое-то запретельное было, думаю, что за перики почти 20 рублей платят, а вообще как-то феерично, где там её рублей за 7 или за 9 покупала. Видимо, всё-таки зависит от привоза. В общем, вот. Эфирное масло лаванда. Лаванду в дезике добавляют так же, как мяту, которую, кстати, тоже потом обозрю, в том плане, как, допустим, идёт основа, это именно эфирная основа, это чайное дерево, потом, допустим, розмарин и лаванда или мята. Ну, можно розу добавить, можно ещё чуть-чуть добавить, ну, по большей части идёт лаванда или мят. Потом. Можно, допустим, чайное дерево с шалфеем ускатным. Чайное дерево или этот... В общем, основа идёт в основе, в принципе, по большей части чайное дерево. Можно чайное дерево, если у вас отсутствует, заменить его, допустим, розмарином. Или тем же с шалфеем ускатным. Ну, вторым пунктом всегда пойдёт у вас эвкалипт, он как бы... Можете попробовать, в принципе, эвкалиптом, заменить, я просто не помню, может быть, я делаю. У меня там эта ссылка на группу травника с рецептами всякими экспериментов моих и есть, на контакт. Ну, вот ссылка, кстати, на группу, посвящённую страницу, посвящённую иную каналу, слегка изменила, потому что вот я там писала одно слово, и от этого слова ссылка победялась. Я постараюсь потом эту ссылку, если она у меня есть в инфобоксах под видео, вручную, слушайте, 1200 роликов, задолбаешься. Как-то это или убрать, или заменить, потому что я не помню, есть она у меня в инфобоксе или нет. На канале оно изменилось. Лаванда. Вообще, возможно, есть ещё какие-то масла с дезодорирующим эффектом, мне неизвестные, либо я про них забыла, но в основе я использую как именно эфирно-масляную основу большинство вот этих, большая часть капелек, да, большая часть миллилитров, это чайное дерево. Лаванда или мята, они как бы дают аромат, потому что, ну, не все воспринимают аромат чайного дерева. Так, а вот он специфический. В общем, вот 10 миллилитров натурального масла, 56 рублей. Дальше. Мята. Эфирное масло мяты, 54 рубля 10 копеек. Вот я не помню, попадалась ли мне когда-либо мята в натуральных маслах. Может быть, попадалась просто вот, ну, давно это было бы. Чаще мне мята попадаются каких-то иных фирм. В этот раз мне вот очень повезло. Фирма Аспера. Я, кажется, может, даже писала какой-нибудь ролик там в своём арома-плейлисте ароматерапии, посвящённом аромамаслам. Ну, вот сейчас вспомню, фирма Аспера тоже, в принципе, неплохая. Радуга ароматов. Именно в радуге ароматов мне как-то попадалось. Вроде как масло, но при этом не совсем. Да и в Аспере что-то такое. В общем, вот мята. Практически как флакончик с зелёнкой. Я тут палец умудрилась обрезать, но он уже всё зажил. Ну, как бы вам-то не видно, и зелёнки-то уже нет. Тут маленькая такая, как бы, маленький такой шрамик. Лёля решила протереть ножницы от крема. Потом в пустых баночках покажу, почему мне пришлось эти ножницы протирать от крема. Только не ножницы показывать буду, а эту баночку пустую. И умудрилась. Оказывается, ножницы острые внезапно. Ну, фиг ли они режут так хорошо, остро. И я кусочком ножниц случайно задела. Как-то так получилось. И, наверное, можно вот так вот стереть. Да, вот с ножа иногда можно даже с острою вот так стереть, и ничего не поранится. А иногда можно так стереть, что и поранится. Мята у нас тут. Мята? Я прям какой-то дегустатор, как вот эти вина там дегустируют, да, вот. Покрутят, глотнут, скажут. Вспомнила, как нам показывали дегустацию, а винарельня была в Абхазии. Так, это у нас мускат шалф... Пардон, шалфей мускатный. О чём мускат? Мускат шалфейный. Тоже, наверное, нормально так вот звучит. 68 миллилитров, 68 рублей, пардон, 10 миллилитров. Чаще всего мне попадают шалфей мускат, ну вот именно натуральных масел фирмы. Такой. Шалфейный и мускатный. Ну и сейчас у нас идёт чайное дерево. И вот, когда я купила шалфей мускатный, я думаю, блин, мне же надо ещё розмарин. А то, что мне, точнее, эвкалибр, думаю, розмарин, вообще вот про эти два я забываю. Я их сейчас покажу, но их по полю я обозрю. Потому что на них очередь ещё не дошла. Это покупка из одной аптеки. В общем, 62 рубля чайное дерево. Обычно оно рублей 80, 90, 100 с чем-то стоит. И вот мне попадалось как бы по большей части дороже. Это чайное дерево и от натуральных масел тоже дороже. Ну не знаю вообще с чем связано на самом деле. Ну вот. Годен до 1-го, 08-го, 22-го года. Россия производства. Ой. Ну да, все скрывала нормально, а тут скрыла, как обычно. И все они довольно как бы свежие этого года производства. Но иногда попадаются, допустим, покупаешь в одном году, но уже год стояло в аптеке. Ждало, когда же ты его купишь. Чайное дерево. Чайное дерево. Я помню, делала как-то дезик, вот только начинала еще эти дезики на кокосовом масле, на воске пчелином с кокосовым маслом, и у меня ближний родственник выдала. Что? Чуть ли не там скипидаром пахнет. Это чайное дерево. И теперь пошла другая аптека. Где я когда жила на механке, стабильно покупала эфирное масло, ну, иногда покупала еще в другом месте, но у них чаще всего были эти масло эфирные. Изначально это государственная аптека, оптика номер 8, аптека 46, кажется, так они были, но сейчас там уже нет оптики. Оптика переехала в другой, как бы, можно сказать, частичный район, ну, в том же месте, как бы, в районе, в другой дом переехала. В этой оптике работала, по-моему, до сих пор, наверное, работает вот женщина, которая знала мою бабушку. Я помню, стабильно шла из школы, у меня из какой-нибудь оправы стабильно вываливался гвоздик, я к ней заходила, она мне совершенно за спасибо этот гвоздик ворачивала, я всегда офигевала. А потом, не знаю, на самом деле, как это бесплатно или платно вообще стоит, стоило сколько-то, ну, я очень потом выяснилось, что она знала мою бабушку. А моя бабушка работала, возможно, потому что она работала тогда. на тот, ну, не на тот, конечно, момент, но в какой-то период жизни в домовой кухне, в том же здании, что это оптика-аптека. Вот здесь вот оптика, потом аптека, потом заход в общагу, здание-общежитие, и уже дальше домовая кухня. Вот тут у меня открылась так, что я вроде как-то аккуратно открылась, открывала, но оно всё-таки оторвалось. Это у нас эвкалипт, натуральные масла. Сейчас скажу по чеку, почём кайф. Эвкалипт, слушайте, вообще 45 рублей, 45 рублей, 10 миллилитров натуральные масла. Эфирное масло эвкалипта. Кстати, если у вас в мигрени, можно капельку на пальчик и потерять то место. До того, как она у меня сегодня, ну, не сегодня уже, сегодня вообще, по-моему, практически, по-моему, ничего не болит. Я помню, я уже так вот, по-моему, где-то как бы освещала. Однажды я мелко в детстве жалуюсь, что вот у меня болит, так вот голова болит, там желудок болит, ещё что-то так всё заколебало. Она говорит, однажды проснёшься, а ты порадуешься, что у тебя болит? Ты типа живая. Однажды проснёшься, у тебя ничего не болит. Читай, померла вот. Не знаю, может, я сегодня померла. Мне ничего не болит. Наконец-то. В общем, вот, авталипт. Сейчас скажем, вот это самое дешёвое сейчас масло. Я посмотрю, какое вот именно, не из щитами ролла, а именно из натуральных масел. Такое самое дорогое было. даже этой, так вот, выстрою их у себя. Вы-то не видите, у меня оно тут рядом, просто подбоком. Пацаны, пока что у нас лидирует по дороговизне шалфей мускатный и по дешевизне эвкалипт. Лапа потянулась к розмарину. розмарин. О чём тут у нас розмаринным? 56 рублей. 10 миллилитров. У меня было чё-нибудь за 56 рублей? Вот за 56 у меня лаванда из нашей аптеки. И вот за 56 розмарин из другой аптеки. Я его пытаюсь ровно вскрыть, но вот, как обычно. Вот он наш розмарин. Кстати, розмарин, не эфирное масло, а именно вот эти листики. Можно добавлять в зелёный чай. Я помню, как-то подруга мне подарила чай, и кажется, зелёный дракон или ещё какой-то дракон. Короче, какой-то дракон. Лет, может, уже 15 назад был какой-то такой чай, какой-то дракон. Или, может быть, сейчас 2019. Ну, лет 12 точно назад был какой-то такой дракон, или лет 14. И там был молочный зелёный, красный чай, потом красный молочный. И была такая смесь, там зелёный чай был, розмарин, лаванда и что-то ещё. И просто зелёный чай с розмарином или зелёный чай с розмарином и лавандой. Я даже как-то микшировала, специально покупала этот розмарин. В общем, хорошо. Если у вас проблемы с печенью, если вам надо что-то желчегудное, вот как лёлька, да, вот там этой желчи дофига и больше, и из ушей прёт. Ну и так вот, до, в период, или там вот обострения всякие, вот эти весенние-осенние гастриты. тут у некоторых моих зрителей чердак едет. Осенью и весной стабильно, как я заметила. Их очень мало, но они создают много шума. А вот у меня то желудок, то это, то гастрит, то панкреатит, то ещё какая-нибудь хрень. Размарин. Писаться есть. Вот так вот их поставим. И последнее масло. Вообще первый раз увидела, последний, единственный раз я покупала масло ваниль. Это было радуга аромата, там полтора миллилитра было, но у меня долго-долго жило. Срок годности у него был почему-то пять лет. Оно, по-моему, совсем недавно закончилось, и возможно, вот в этих пустых баночках, я уж точно не помню, по-моему, так и есть. И оно что-то стоило как-то, ну, чуть ли не 200 рублей, вот, ну, пять лет назад. Тут же ваниль. Эфирное масло. 10 миллилитров, натуральное масло. Где оно у нас тут? 85 рублей. Как бы оно дороже, чем всё остальное. То бишь у нас это, получается, первое и последнее масло, это из аптеки последней, которая в солнечном, это эвкалипт за 45 рублей, и за 85 рублей это у нас ваниль. Потому что даже шалфей, мускат, 68, отчаянное дерево вообще 62. То бишь, как бы, я хочу сказать, что не обязательно что-то заказывать специально на Азоне, на каких-то супер таких сайтах, где там какая-нибудь до хрена офигенная накрутка. Я натуральное масло видела ещё на одном сайте, какой-то питерский, какой-то мадамы, шоп чего-то. А там, я уж не помню точное название, но мне иногда оно спамят. И там типа первый, за первый заказ, минимальная сумма заказа, 2000, не считая доставки, вы получаете 15% скидку, но всё равно ваш заказ должен быть 2000, и у вас ещё идёт какая-то там доставка, и, короче, ну, не круто набирать вот это всё. А потом я глянула, сколько там, вот даже иногда там цены разнятся с Азоном как-то. Обычно на Азоне всё дороже считается по большей части. Очень редко, когда на Азоне что-то вот, ну, можно что-то найти, оно дешевле, или просто его нигде не найдёшь в сети вот только там, ну, не в сети, а именно вот в близлежащих магазинах населённого пункта, где вы находитесь, вот только на Азоне это есть, да, или наоборот, там в магазине дороже, вот у нас в одном магазе одно время я покупала Буси, и вот он по вполне приемлемой цене одно время был, но тут что-то как-то даже там, иногда в пятёрке можно по скидке найти или в Дикси тот же Буси за 390 рупий, 389 с копейками. А в том магазине он стабильный, на чуть ли не 600-700, кто выше, кто больше, берёшь, соответственно, на Азоне, а тут вот в том магазине на этом сети было дороже раза в 2 или в 3, чем на Азоне, и те же натуральные масла встречались, а я так подумала, может быть, человек просто скупает где-то там в аптеке, потом поставляет их на свой магазин, вот в аптеке обычной, обычной аптеке вашего города, населённого пункта, можно вполне себе найти, даже если там вот попросите и вам, ну, вы приводите такие там масла, да, вот мы можем сказать, да, и вам привезут, закажут, даже если там какую-то капейку или процент какой-то, надо вот платить за этот предзаказ или ещё что-то, не знаю, ну, как-то не заказывала ничего так конкретно, вот именно эфирное масло, но как-то мне надо было магнезию, я прислала в нашу аптеку, именно в пластиковых ампулах, её не было, мне пообещали привезти, там через сколько-то дней, вот в определённый день я пришла, я заплатила чисто за стоимость этой магнезии при всяких доставках. Вот так, в общем, эфирное масло можно вполне себе найти, на самом деле, я его уже открывала, чтобы удостовериться то ли это, и как бы поняла, что действительно в аптеке можно вот выйти с дома, дойти до аптеки и купить то, что нужно, ну, не всегда, конечно, в наличии, но иногда в наличии есть то, чего даже не ожидаешь. Вот такая у нас солнечная упаковочка, солнечная наклеечка на ванильке, 10 мл натуральное масло, оно пахнет именно вот ванилью, вот у меня тот флакончик 1,5 мл от радуги ароматов, он был как-то более насыщенная такая ваниль, вот, ну, вот очень напоминает один парфюм от Ифраше, Секрет Де Санн серии, и там это ночная ваниль, вот когда, какая-то такая сильно парфюмированная ваниль, тут именно, что вот ваниль, я не знаю, правда, пока нахрена мне эта ваниль, куда ее буду сувать, потому что мыло я пока не делаю, потому что мне никто их не заказывает, это первая причина, вторая причина, мне подписчица Лёлька из Тюмени надарила столько мыла, что как бы даже нет сути делать это мыло, хотя у меня давно зре тут на мысле, а уже еще может быть даже, да, еще до Ютуба сделать такую мочалку, где вот как бы тканевая такая, леновый такой мешочек, внутри немножко там конкретно определенной травы, несколько капель такого-то определенного масла и потертая мыла, или просто кусочек мыла, который вот это все кладется, это все мылит, ну, намачиваете, да, тушку тоже намачиваете и намыливаете себя. Я видела такие просто мочалки, одно время продавались за какие-то конкретно охрененные деньги, и в одном магазине я просто посмотрела, как это выиграет, еще у нас устоит, как это сделать, и у меня загорелась идея это засвояет, но что-то у меня вот все как-то руки не доходят. когда были идеи, вот у меня всегда то мыла было дофига дареного или своего, или вообще то купленного, то как-то еще что-то, потому что как бы до Ютуба у меня тоже есть друзья, которые у меня стабильно, знаешь, что я люблю мыло ручной работы, еще до того, как я стала делать эти мыло ручной работы сама, очень много всяких разных мыл мне надаривало, и вот подружку у меня одна стабильно как-то мне за определенный период времени у меня как-то скопилось такое же длиннее килограмм этого мыла, и я, ой, блин, у меня столько мыла, мыла, и я тут хотела, я себе купила мыло, потому что оно мне понравилось, но у меня еще столько мыла, она говорит, ну мыло же, у него же нет срока годности, ну что ты типа загоняешься, и вот может быть когда-нибудь освояю, но там у меня хотела правда на самом деле с лавандой, ну вот куда эту ванильку буду ссувать, может быть в аромаламбу буду ссувать, может еще куда-нибудь, в общем второе у меня был 186, я уже не сосчитаю сколько, но вы можете сами посчитать, 186 в одной аптеке, 116 рублей, 54, 56, 62 и 68 еще, посчитайте, можете написать в комментах, я конечно вам ничего за это не дам, но, если вам интересно, любопытно, и вы любите считать, почему будет, я буду рада, если вы оставите подобный камень, типа, Лёля, ты потратила на эфирные масла, в общей сумме столько-то, эгегей, всем спасибо за просмотр, не болейте, не мигреньте, и не помирайте в очередной раз, с криптом, вот у меня, роза тоже, на самом деле, есть еще двух других фирм, точнее, другой фирмы, аспера, вот эти масла, про одно из которых, я говорила, вот роза, 1,2 миллилитра, 79 рублей, аспера, ну, смотрите, 100% натуральное эфирное масло, ну, конечно, 100% натуральное эфирное масло, но оно 20% раствор, пардон, эфирного масла, розовое масло, жжоба, да, но 100% оно не роза, к сожалению, ну, еще масло корицу, вот оно реально 100% масло корица, когда домой пришла, я, по-моему, даже уже обозревала в какой-то покупке, или что-то в этом мире, фирменная масса корицы, а если не обозревала, то просто негодовала, ну, понегодовала сейчас такая вот радуга, практически, радуга ароматов фирмы натуральное масло, вот у меня роза, салфей, мускатный, ваниль, мятор, я уже давно еще купила, на самом деле, она не 66, она стоила 266, и вот, раза два, мне эта роза, 11, за определенную службу, но у меня подруга спросила, что, ты хочешь наличка, или что-то, я говорю, фирменное масло розы, ну, что-то около 300 рублей стоило, и другая подруга мне присылала, другой подруга мы еще общаемся, с этой уже нет, разошлись интересами, она стала мамой, надеюсь, хорошей мамой, ну, и, как бы, скажем так, я бы с ней, вот коробочка, коробочку у меня из какого-то путешествия привела моя тетя, я ее как раз под масло приспособила, но теперь вот эти снова некуда зафигачивать, они снова будут лежать, у меня ролик большой, у меня там минут 40 с чем-то оставалось, а после записи ролика осталось 17 минут, Ох, надо будет что-то монтировать, чтобы флешку освободить, потому что у меня уже обе флешки под забивку совершенно, одна еще с деревенскими роликами, вот, у меня, скажем так, 11 масел, 10 эфирных, и 1 косметическое, вот, теперь точно, прощавай, народ!